Эскалация Карабахского конфликта, растущее число жертв, разрушений и все более воинственные заявления сторон, которые мы наблюдали на протяжении последних дней, уступают место постепенному осогнанию того, что войну нужно заканчивать и садиться за стол переговоров, цель которых добиться окончательного и всеобъемлющего карабахского регулирования. Такого решения, про которое вовлеченные в убийственное противостояние азербайджанские и армянские народы могли бы сказать «У нас словно гора спала с плечи». Здравствуйте, я Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Такое решение на самом деле возможно. Этот главный вывод внимательный наблюдатель может сделать, ознакомившись с интервью, которое лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали в конце этой недели генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Отвечая на вопросы известного российского журналиста, президент Алиев, как и подобает выпускнику МГИМО, ведущей кузницы дипломатических кадров на постсоветском пространстве, не только изложил свое видение будущего карабахского регулирования, но и сказал об отношениях Москвы и Баку те ключевые слова, которые никогда еще ему не доводилось произносить раньше. В условиях, когда на фоне эскалации конфликта в российских СМИ, в экспертном сообществе в последние недели то тут, то там стали звучать выпады, обвинения в адрес Баку, Ильхам Алиев предупредил от тщетности попыток рассорить два народа и разорвать российско-азербайджанское стратегическое партнерство. Вот что он заявил в интервью Дмитрию Киселеву. Я цитирую. Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Это заявление Ильхама Алиева. С моей точки зрения это признание дорогого стоит. Все, кто на это рассчитывал, будут разочарованы. Черная кошка между Баку и Москвой в связи с событиями в Карабахе не пробежит. В свою очередь, сохраняя принцип правоудаленности от сторон конфликта, Россия сегодня предоставила Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну равную площадку, обозначить те базовые условия, которые, по их мнению, должны лечь в основу карабахского урегулирования. В связи с этим президенту Алиеву и премьеру Пашиняну были предложены одинаковые вопросы и предоставлено равное время для ответов. Таким образом, это была уникальная возможность на виду всего мира выложить на стол все карты и посмотреть, чья аргументация выглядит более весомой и убедительной. Арбитром же стала многомиллионная аудитория не только в Азербайджане и Армении, но и далеко за их пределами, учитывая, что убийственное кровопролитие в Закавказье сегодня болью зывается в сердцах всех тех, кто способен пропустить этот конфликт через себя, понимая, что чужого горя не бывает. Какие же выводы можно сделать из того, что мы услышали? Главный вывод состоит в том, что Иль Хамалиев и Никол Пашинян понимают, что продолжение войны на взаимное истощение, войны до последнего солдата невозможно. Тем более, что угроза гуманитарной катастрофы в регионе становится все более реальной. За последние две недели стороны, реализуя мобилизационный сценарий, стянули в зону конфликта все свои силы, обмениваясь ударами и увеличивая число потерь. Говоря привычные для армянской стороны слова о провалившемся наступлении Азербайджана, в то время как Азербайджан, напротив, сообщал о переходе под его контроль одного населенного пункта за другим, в своем обращении к нации Никол Пашинянов в итоге был вынужден признать, я цитирую, «к сожалению, наши потери тоже огромные». Конец цитаты. Независимые российские эксперты и даже те, кто больше симпатизирует Армении и испытывает явную или скрытую неприязнь к Азербайджану, пусть и не сразу, были вынуждены наступить на горле собственной песни. Им пришлось признать, перевес в живой силе и технике находится на стороне Баку, в связи с чем для масштабного армянского контрнаступления физических ресурсов нет и не будет. Максимум, на что можно рассчитывать, ценой героических усилий пытаться удерживать линию фронта. Но как долго можно удерживать фронт из последних сил, кладя жизни молодых ребят? Неужели нельзя отстаивать свои позиции за столом переговоров, доказывая обоснованность своих требований мирным путем? Осознание бесперспективности продолжения тотальной обороны по всему фронту, которая неизбежно будет оказывать все более разрушительное воздействие на страну, судя по всему и привела к смене риторики Еревана. Вот обращает на себя внимание, что, отвечая на вопросы Дмитрия Киселева, Никол Пашинян ведь следил за каждым своим словом и воздерживался от риторики в духе «Карбах – это Армения и точка», которая в свое время взорвала ситуацию и привела к прекращению любых попыток продолжить армяно-азербайджанский диалог на высшем уровне. Что же касается Баку, то ему продолжение войны и победа любой ценой не нужны. Продвижение азербайджанской армии вперед, которое мы наблюдали на протяжении последних недель, было сопряжено с большими потерями, а по-иному и быть не могло. Как известно из мировой военной науки, наступающая сторона всегда должна быть готова к большим потерям, чем обороняющейся. Таким образом, дальнейшая ставка на силовой сценарий сделала бы цену предполагаемой военной победы Азербайджана непомерно высокой. Никто не знает, сколько бы еще пришлось положить жизни молодых ребят, многих из которых уже не вернуть. К тому же сохранялась угроза ударов по мирным азербайджанским городам и поселкам, по гражданским объектам, подтверждением чего служили события последней недели, когда согласованное в Москве перемирие не просуществовало и дня. Итак, после всех жертв и разрушений, после всех страданий, после всего безумия, происходившего в Закавказье в последней неделе, каким же может быть долгожданное, выстраданное, политое кровью урегулирование? Отвечая на вопросы ведущего российского СМИ, президент Алиев обозначил дорожную карту решения конфликта, которая, отметим, является не изобретением Азербайджана, а уже давно была согласована международными посредниками. Согласована, но до сих пор так и не реализована. Вот по словам азербайджанского президента, Баку остается приверженным урегулированию Карабахского конфликта на основе принципов, определенных Минской группой ОБСЕ. Я цитирую президента Алиева. Эти принципы выработаны на протяжении многих лет. Более чем 10 лет, я бы сказал. В процессе моей работы с предыдущим руководством Армении мы очень активно продвигались в процессе согласования сторон. Это заявление Ильхама Алиева. А вот после этого он перечислил те базовые принципы Минской группы ОБСЕ, в которых был четко прописан, но так и не реализован, до сих пор сценарий. Этот сценарий предполагает поэтапное освобождение оккупированных азербайджанских районов. На первом этапе это возвращение под контроль Баку пяти районов, находящихся на юго-восточной части оккупированных территорий. На втором этапе это территории, которые расположены между Нагорным Карабахом и Арменией. Лачинский и Кельбаджарский районы. Вот реализация мирного плана предполагает открытие всех коммуникаций, в том числе коммуникаций, которые расположены и в других частях на армяно-азербайджанской границе. Еще один ключевой пункт это возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания. Его реализация предполагает возврат азербайджанских беженцев и на территории Шуши, и других районов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. И наконец, Азербайджан не уклоняется от переговоров по выработке окончательного статуса Нагорного Карабаха. В своем интервью России сегодня президент Алиев подтвердил это четко и недвусмысленно. При этом красной чертой для Азербайджана является признание независимости Карабаха. Ильхам Алиев еще раз напомнил о том, что территориальная целостность страны ни при каких условиях не может быть нарушена. Весьма символично, что о необходимости компромисса в своих ответах на вопросы России сегодня заговорил и Никол Пашинян. Вот что он сказал, я цитирую, всегда во все времена Армения была готова на такой компромисс. И самая известная инициатива, казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс. Это заявление Никола Пашиняна, который впервые за время своего правления вспомнил о тех принципах урегулирования, которые были согласованы в 2013 году в Казани его предшественникам Серджем Сарксяном и Ильхамом Алиевым при посредчестве тогдашнего российского президента Дмитрия Медведева. Правда, вину за несостоявшееся урегулирование Пашинян возложил на Баку. Дескать, это Азербайджану не нужна казанская формула, а Армении она очень даже нужна. Ведь раньше в своих многочисленных выступлениях Никол Пашинян о казанских принципах ни разу не вспоминал. Но, как бы то ни было, лучше позже, чем никогда. Сегодняшняя реальность такова, что игнорировать и дальше эти принципы невозможно. Подтверждением чего и стало интервью лидеров двух государств российскому информационному агентству «Россия сегодня». Как следует из ответов Никола Пашиняна, для Армении красной чертой является право на самоопределение Нагорного Карабаха. Но ведь Азербайджан не отказывается обсуждать окончательный статус Нагорного Карабаха. Самоопределение не значит независимость, не значит отделение. Разве не так? Когда в регионе возобновится мирная жизнь, когда в свои родные места смогут вернуться азербайджанские беженцы, откроются все коммуникации и появятся перспективы устойчивого роста и развития, а невыживание в осажденной крепости многое будет восприниматься совсем по-другому. И вот будоражащая многих идея миражной независимости Карабаха, не признанного ни одним государством мира, включая саму Армению, и живущим в условиях изоляции, тогда будет восприниматься не так. Сегодня, когда появилась пусть робкая, но надежда на мир, нужно дать карабахскому миру шанс. Это был Сергей Строгань, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok